В эфире Бендерского телевидения Милицейская хроника в студии Алина Горбунова. Здравствуйте! На прошлой неделе бендерские сыщики задержали карманного вора. Орудовал 32-летний мужчина в маршрутном такси номер 7 в час пик. Подробности в нашем сюжете. Вор-карманник, аристократия преступного мира, щипачи, писари, трясуны, шермачи, хирурги, рыболовы – все это узкие специалисты в сфере карманных краж. Шермач накрывает карман ширмой в то время, как вынимает кошелю. Хирург режет сумки в погоне за добычей, трясун работает в давке в общественном транспорте. Именно этого криминального специалиста задержали сотрудники уголовного розыска Бендерского управления внутренних дел. 32-летний мужчина промышлял карманными кражами в маршрутном такси номер 7. Желанной добычей правонарушителя были кошельки, преимущественно женские. Кошелек у гражданки украл. Кошелек! Кошелек! Какой кошелек? Хе-хе-хе-хе! На, быти! Задержать вора помогли камеры видеонаблюдения, установленные в салоне автобусов номер 7. Они-то и зафиксировали первую кражу. В начале апреля месяца, по подозрению в совершении двух карманных краж в маршрутном такси номер 7, был задержан 32-летний житель микрорайона Северной, неоднократно ранее судимый за хищение и за гражданские действия. В настоящий момент ведется следствие, предъявлено обвинение по двум фактам карманных краж. В настоящее время в отношении лица ведется следствие. Чтобы не стать жертвой карманника, запомните несколько простых правил. Бумажник нужно носить всегда во внутренних карманах, желательно плотно прижатых к телу, чтобы постоянно его чувствовать. Лишний раз не демонстрируйте содержание своего кошелька, а также место, где вы его держите. Во многолюдных местах, особенно там, где есть толчья, желательно регулярно проверять наличие собственного бумажника. В транспорте обращайте внимание на якобы случайные толчки и прикосновения. Сохраняйте бдительность. Бендерские госавтоинспекторы подвели итоги работы за первый квартал 2016 года. В отчетном периоде значимых негативных изменений в сфере дорожного движения зафиксировано не было. Обстановка на дорогах стала стабильной и контролируемой. Было зарегистрировано два случая ДТП, участники которых получили неопасные ранения для жизни. Среди выявленных административных правонарушений, как отмечают правоохранители, наибольшее количество совершают водители транспортных средств. Пешеходы проявили себя более внимательными участниками дорожного движения. Результатом успешной профилактической работы стало снижение случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения. Быть внимательным, переходя дорогу, призывают юные бендерчане. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции семиклассники следят за соблюдением правил прохождения пешеходного перехода на перекрестках в центре города. С 11 по 17 апреля в республике проходит операция «Подросток». Ее цель – снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Сегодня сотрудники госавтоинспекции совместно с юными инспекторами дорожного движения находятся на аварийно-опасных участках дорог, где, скажем так, детки помогают пожилым людям перейти проезжую часть дороги. Если дети в чем-либо сомневаются, как правильно перейти дорогу, помогают им, рассказывают им и своим примером показывают, как это надо делать. Знать о простых правилах поведения на дорогах должен каждый подросток, уверен Никита Доля. Гимназист считает, такие профилактические акции сегодня необходимы. Если их не проводить, то люди могут забыть то, что нужно соблюдать правила и повышится количество ДТП на дорогах. Только за три с половиной месяца в Бендерах с участием несовершеннолетних произошло пять дорожно-транспортных происшествий. Травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Двое из них – дети. Такие оперативно-профилактические мероприятия, как подросток и пешеход, направлены на воспитание у молодежи чувства ответственности за свои действия и поступки. Мы сейчас являемся юным инспектором движения. Мы помогаем взрослым сохранять порядок на улицах города. Мы записываем блокноты тех, кто неправильно перешел в улицу и рассказываем им правила, чтобы в следующий раз не повторяли таких ошибок. Ребята вместе с сотрудниками ГАИ объясняют недобросовестным пешеходам, как следует вести себя на проезжей части и просят больше не нарушать. Ведь лучше предупредить печальную ситуацию, чем сетовать потом на ее последствия. Анна Денисова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение. В Бендерском управлении внутренних дел прошел прием граждан по вопросам работы паспортного отдела и миграционных постов. В совместной встрече приняли участие советник министра внутренних дел Николай Пестов, начальник управления миграционной службы, а также начальник паспортного отдела управления внутренних дел города Бендеры. 46-летняя бендерчанка уже 9 лет живет в городе в соответствии с временной регистрацией. Она переехала из Молдовы в Приднестровье, чтобы сын обучался в школе на русском языке. Подросток еще не успел получить аттестат зрелости, а время действия регистрации матери закончилось. В продление документа ей было отказано. Решить такую проблему на месте, конечно, было нельзя. Руководители взяли небольшой тайм-аут для изучения дела, заверив женщину в его благополучном исходе. Распитие спиртных напитков, в том числе и пива в общественных местах, запрещено. Тем, кому все же захотелось расслабиться с алкогольным напитком в руках в парке или сквере, придется заплатить штраф. Какой, узнаем из нашего следующего материала. С наступлением весны и тепла горожане и гости города предпочитают проводить свободное время на свежем воздухе, наслаждаясь хорошей погодой. Для многих вечерняя прогулка и бутылочка пива – вещи неделимые, а одно без другого – пустая трата времени. И все это, несмотря на законодательный запрет. Уже около двух лет распитие пива и других алкогольных напитков в общественных местах запрещено административным кодексом. Подобная практика существует не только у нас, но и в странах ближнего зарубежья. Ее задача – культурный отдых и здоровая нация. Сегодня бутылка пива, выпитая на скамеечке в парке, удовольствие не из дешевых. Стоимость пива плюс штраф за правонарушение. Хочется напомнить, что статья 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Пренестровской Молдавской Республики регламентирует запрет распития пива и других спиртных напитков в общественных местах. Общественными местами произойдутся парки, сферы, остановки общественного транспорта, в том числе и общественный транспорт. На граждан, распивающих спиртные напитки в неустановленных местах, может быть наложен штраф в виде 5 расчетных уровней минимальной заработной платы до 20 расчетных уровней минимальной заработной платы, что в денежных валентах составляет от 92 рублей ПМР до 368 рублей ПМР. Уважаемые горожане и гости города! Распитие пива и других алкогольных напитков в общественных местах запрещено. Соблюдайте закон и будет порядок. Внимание любителей рыбной ловли! В республике стартовала операция «Сеть». Основная цель профилактических мероприятий – борьба с браконьерством на период нереста рыбы. В целях обеспечения экологической безопасности на водоемах и активизации борьбы с браконьерством в период нереста рыбы на территории Приднестровской Молдавской Республики 5 апреля стартовала операция «Сеть». Оперативно-профилактические мероприятия продлятся до 1 июля 2016 года. В период нерестового запрета разрешается любительское рыболовство для личного потребления в светлое время суток одной удочкой с количеством крючков не более двух штук или спиннингом с берега и выловом не более трех килограммов в сутки. Также необходимо помнить, что в течение всего года запрещено рыболовство у плотин и мостов на расстоянии не менее 500 метров – вверх и вниз по течению. За нарушение действующих запретов и ограничений предусмотрена административная и уголовная ответственность. 17 апреля 98-го годовщины со дня образования отметили сотрудники пожарной охраны. Около века назад в этот день Советом народных комиссаров был издан декрет об организации государственных мер по борьбе с огнем. В Приднестровье отдел пожарной охраны, а годом позже и управление, было образовано в 1991 году. О службе, которая опасна, трудна и крайне необходима. Становление пожарной охраны имеет богатую историю. В 1649 году царем Алексеем Романовым был издан указ о градском благочинии. Он и положил начало в России созданию профессиональной пожарной охраны. Тогда пожар считался одним из самых тяжких народных бедствий. В апреле 18-го года правительство страны и советов приняло декрет об организации борьбы с огнем. Впервые охрана народного достояния от пожаров стала государственным делом. Сегодня служба пожарной охраны наиболее оперативное подразделение МВД, ежедневно выполняющие свой служебный долг без страха и упрека. От момента тревожного звонка до выезда на место время на сборы минимально 45 секунд. В вопросах человеческих жизней счет идет именно в этих временных единицах. По прибытию борьба со стихией победитель только один. За ним знания, умения и профессионализм. Сегодня коллектив пожарной охраны города Бендеры – это команда профессионалов, которые ежесуточно охраняют покой и благополучие жителей нашего города. И это все, что подготовила пресс-служба Управления внутренних дел города Бендеры на этой неделе. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!